Эта программа стала возможной благодаря друзьям и партнерам служения «Дюфрейн». Мы так рады, что вы с нами сегодня на программе «Иисус Целитель». Последние пару эпизодов мы изучали, как сотрудничать с Богом, чтобы получить свое чудо. Это нужно знать, потому что когда-то вам понадобится чудо. Религиозное мышление утверждает, что Бог даст чудо, если захочет, а не захочет – не даст. Но это не по Писанию. Слово так не говорит. И мы хотим выяснить, что говорит Слово. Слово очень четко говорит о шагах, которые мы можем предпринять, чтобы сотрудничать с Богом. Послушайте, каждую вашу нужду Бог хочет восполнить. Уже до сотворения мира Он приготовил полное обеспечение для абсолютно каждой вашей нужды. Он не удерживает чудеса от людей. Он не пытается заставить людей лезть из кожи вон. Он совершенно четко объясняет в Своем слове «Если вы выполните свою часть, я всегда выполню свою часть». Выполняя свою часть, мы открываем дверь, чтобы Бог мог войти со своей чудотворной силой и восполнить нашу нужду. И не важно, насколько у вас запущенная ситуация. В земном служении Иисусом мы не раз читаем, как Его звали к кому-то, кто уже умер. И даже тогда не было слишком поздно. Чудеса нужны для того, что умерло. Чудеса нужны, когда все уже слишком запущено. Чудеса нужны, когда все выглядит безнадежно, непоправимо. Нам нужно осознать, что все зависит не только от Бога. Наше дело выяснить, как действует Бог, и, соответственно, взаимодействовать с Ним. Именно это мы изучали, и сейчас пойдем дальше. Рекомендую вам посмотреть два предыдущих эпизода. Это уже третий эпизод на данную тему, и вам было бы полезно знать, что было сказано прежде. Пожалуйста, откройте вместе с нами вторую главу Иоанна. И, слушая эту передачу, высвобождайте свою веру. Не просто сидите, никак не применяя услышанное. Ожидайте ответы для себя. Слушайте, что Бог говорит вам через это учение, чтобы предпринять свой следующий шаг. Прочитаем вторую главу Иоанна с первого стиха. «На третий день был брак в Кане Галилейской, и Матери Суса была там. Был также зван Иисус и ученики Его на брак. И как недоставала вина, то Матерь Иисуса говорит Ему, вина нет у них. Иисус говорит ей, что Мне и тебе, Жена, еще не пришел час Мой. Матерь Его сказала служителям, «Все, что скажет Он вам, сделайте». Эта фраза прозвучала во время первого чуда, произошедшего в земном служении Иисуса. Это первая инструкция, содержащая принципы сотрудничества с Богом в получении чуда. И мы уделяем внимание каждому слову этой фразы и изучаем, что оно значит. Когда служители в точности выполнили то, что сказал Иисус, наполнили водоносы водой, вода превратилась в вино. И самый важный принцип заключается в том, что в каждое ваше чудо Бог вовлекает вас. Он не оставляет вас в стороне. Бог дает вам что-то, чему повиноваться. В чуде участвует не только Бог. Религиозное мышление этого не понимает. Но в чуде участвует не только Бог. Да, сила полностью Божья часть. Но у каждого чуда есть и Божья сторона, и человеческая сторона. Божья сила может войти только в жизнь человека, открывшего для нее дверь. Нужно открыть Богу дверь, чтобы Его сила вошла в вашу ситуацию. Бог не станет вышибать дверь. Он не станет навязываться. Он не такой, как дьявол, который заставляет, подавляет и понукает. Бог действует только по приглашению. Нам нужно пригласить Его действовать. Нам нужно пригласить Его силу. Пригласив кого-то к себе домой, вы же открываете дверь, чтобы он вошел? Нужно открыть дверь. Точно так же с Богом. Нам нужно открыть дверь. Как же открыть дверь для Бога? Верой. Вера открывает дверь. Пастор Нэнси, как открыть дверь верой? Когда вам нужно чудо, Бог дает вам что-то, чему повиноваться. И ваше повиновение и есть вера, открывающая дверь, чтобы Его сила могла войти и восполнить вашу нужду. Аминь. Знайте, Бог хочет действовать для вас больше, чем вы этого хотите. Вам не придется уговаривать Бога. Вам не придется Его принуждать. Он ищет возможности прийти со своей силой и восполнить вашу нужду. Он не ищет причины, чтобы не дать вам силу. Дьявол постоянно подбрасывает обвинения и мысли о том, что вы недостойны чуда. Но мы получаем от Бога не потому, что мы все сделали правильно. Мы получаем от Бога, потому что Иисус все сделал правильно. И мы получаем жизнь, дарованную нам Иисусом. Мы получаем кровь, которая омывает нас и избавляет от всего старого, принося взамен новое. Не позвольте дьяволу осуждать вас и таким образом мешать вам получить то, что у Бога есть для вас. Бог ищет возможности вам помочь. Аминь. Итак, Мария сказала в тот день служителям, «Все, что скажет он вам, сделайте». И так важно подчеркнуть это слово «все». Даже то, что вам непонятно, сделайте. Даже если это не то, что вы бы предпочли, сделайте. Даже если это идет вразрез с тем, что вам сказали близкие, сделайте. Что бы он вам ни сказал, сделайте. Удобно это или нет, сделайте. Почему? Потому что его мысли выше мыслей наших. Его пути выше путей наших. И когда он говорит нам что-то сделать, это высший образ мышления. Это высший образ действий. Делая то, что он говорит, мы переходим на более высокую плоскость существования. И поймите, что не все чудеса мгновенны. Иногда чудеса происходят постепенно, день за днем. По мере того, как мы повинуемся ему каждый день, чудо раскрывается все больше и больше. Например, кто-то верит в исцеление от какой-то физической болезни. И, положим, врачи говорят, нет, болезнь все еще на месте. Однако боль становится меньше и меньше и меньше. Это не является естественным ходом этого заболевания. Так что даже это уменьшение боли – чудо. Чудеса обходят естественные процессы. Вам не нужно проходить все естественные процессы. Чтобы превратить воду в вино, Иисус не сажал виноград, не ухаживал за ним, не собирал урожай, не ферментировал ягоды, не было процесса брожения. Он обошел все естественные процессы. Чудеса ускоряют приход конечного результата в вашу жизнь. Но, не поймите меня неправильно, они не всегда мгновенны. Когда мы повинуемся Богу каждый день, каждый день верой поступаем по Его Слову, Его чудотворная сила продолжает работать. Аминь. Итак, что бы Он ни сказал, логично это или нет, просто сделайте. Аминь. Бывает, люди делают только то, что удобно. Они ходят в церковь только, если это удобно. Если церковь находится недалеко от дома. Они жертвуют Богу, если это удобно с финансовой точки зрения. Нуждаясь в помощи от Бога, ищите, как бы повиноваться Ему, а не как бы сделать то, что удобно. Аминь. И посмотрите на следующее слово. Все, что скажет Он вам, сделайте. Не важно, что говорят другие, вы можете ценить мнение других людей, но если это не Божий совет, это не важно. Если их слова отличаются от того, что у вас на сердце, не перечеркивайте свой дух. Опасно перечеркивать свой дух. Я повторю, опасно перечеркивать свой дух. Это вам дорого обойдется. Если вы пойдете против того, что у вас в духе, чтобы сделать то, что говорит кто-то другой. Не спрашивайте у своих финансов, что вам делать. Все, что Он скажет, а не все, что скажет ваша зарплата. Все, что Он скажет, а не то, что происходит в местной экономике. Делайте то, что Он говорит делать. Слава Богу за наших близких и родных, мы их любим. Но если они говорят что-то другое, чем Бог, нам придется выбрать то, что Бог говорит нам сделать. Аминь. Как узнать, что Бог нам говорит? Во-первых, через Его Слово. Во-вторых, Он говорит нам своим духом. Слово – это общая инструкция для всех Его детей. Но в Слове вы не найдете указаний по конкретике жизни. Какой дом купить? В каком городе жить? С кем вступить в брак? Для конкретики жизни у вас есть Дух Святой. В христианине Дух Святой обитает. Так что Он поведет вас, Он будет говорить к вашему духу. И своим духом вы будете знать, что Дух Божий ведет вас делать. Многие люди упускают то, что Слово говорит нам в Римлянам 8. Дух Святой свидетельствует Духу нашему. Что это значит? Это не обязательно означает, что вы услышите голос, или Он поведет вас каким-то зрелищным образом. Он просто свидетельствует. Вам просто что-то кажется правильным. Внутри. Не в вашем разуме, а в Духе. В вашем Духе что-то просто кажется правильным. У вас мир по этому поводу. И у вас может быть мир в Духе, и при этом сумятица в голове. Не волнуйтесь о сумятице в голове. Вера не в голове. Вера в вашем Духе. Действуйте по вере, которая в вашем Духе, игнорируя голову. Просто делайте то, что говорит Бог. И когда голова начинает будоражить вас, скажите, «Нет, Бог уже сказал мне, что делать, вот здесь, в моем Духе. Он уже сказал мне, что делать, и я делаю это». Отвечайте мыслям в голове, говоря голове то, что сказал Бог. Аминь. Так надо отвечать мыслям. Помню, однажды мне нужно было принять серьезное решение. Это было много лет назад. И я сказала Богу, «У меня был мир в сердце, чтобы сделать это, но моя голова доставляет мне столько проблем, у меня постоянная битва в разуме. Так что я буду молиться в Духе, пока не получу ясность, что делать». И Бог ответил мне, «Мир в твоем Духе и есть ясность». Молиться на языках правильно. Это помогает нам быть чувствительными к тому, что Дух Святой говорит нам в нашем Духе. Но, если у вас мир в Духе, чтобы что-то сделать, это водительство Святого Духа. Если у вас нет мира по какому-то поводу, не делайте этого. Даже если это логично. Даже если в голове это выглядит логичным, хорошим решением. Но внутри, в Духе, «Ммм, не знаю, просто, ммм, как-то не кажется правильным. Что-то здесь не так. Это ваш Дух говорит, не делай этого». Аминь. Такое ощущение колебания. «Ох, я знаю, что мне нужно принять решение, но я как-то не уверен». Тогда не делайте этого. Всегда следуйте за миром. И также следите за отсутствием мира. И не делайте того, что отсутствие мира говорит вам не делать. Всегда делайте то, что вам говорит мир. Помните, что сказано в слове? «С радостью вы пойдете, ведомы будете с миром». Часто люди упускают следование за Богом, думая, что следовать за Богом значит услышать голос, или увидеть видение, или сон, или пережить какую-то зрелищную встречу. Тогда как на самом деле следовать за Богом – это просто следовать за миром. За миром в Духе, потому что можно иметь мир в Духе, и при этом замешательство и сумятицу в голове. Игнорируйте это. Просто говорите «Нет, у меня был мир, чтобы это делать, и я буду это делать». Ваш разум подвергается нападкам перед сном? «Нет, у меня был мир в Духе об этом, и я буду это делать». Нужно отвечать сумятице в уме верой, которая в вашем сердце. Как отвечать верой, которая в сердце? «Отвечайте тем, что Бог сказал делать». Аминь. Итак, Мария сказала служителям об Иисусе, «Все, что скажет Он вам, сделайте». «Все, что скажет Он вам, сделайте». Каждый раз, когда вы будете следовать за тем, что Он вам говорит, будет успех. Если нет успеха, значит, вы не следовали за Ним, потому что Он никогда не поведет вас к провалу. Он никогда не поведет вас к провалу. Он может повести вас путем, который выглядит не так, как вы думали, но это не значит, что это провал. То, что все выглядит не так, как вы планировали, не значит, что это провал, потому что успех заключается в том, что Он говорит. Нашим духовным отцом был Кеннет Хэгген, «И Иисус однажды сказал Ему, «Если люди научатся следовать за Моим Духом, Я смогу помочь им в каждой сфере жизни». Вау! Как же Он нам поможет? Своим Словом и Духом. Однако, многие христиане даже не осознают, что им нужно следовать за своим Духом. Они думают, что нужно следовать за возможностями, которые появляются. Они думают, что нужно следовать за хорошими идеями. Нет. Христианам Библия говорит в Римлянам 8, 14, что «сыны Божьи водимы Духом Божьим». Он всегда будет вести вас в вашем духе, именно в духе, а не в голове. А чтобы стать более чувствительными и способными распознать водительство Духа, нужно питаться Словом и проводить время в молитве. И в первую очередь молиться на иных языках. Вы спросите, что такое иные языки? Вторая глава Деяний рассказывает о том, что такое говорение на иных языках. Это исполнение Духом Святым. В каждом рожденном свыше христианине обитает Дух Святой. Но есть наполнение, которое принадлежит каждому из нас. И будучи наполненными Духом, мы говорим на иных языках. В Слове написано, что говоря на иных языках, мы говорим не людям, а Богу. Каждый раз, когда вы уделяете время тому, чтобы молиться на иных языках, ваш дух находится в прямом общении с Богом Отцом. И когда вы проводите время в молитве на иных языках, ваш дух становится более чувствительным к тому, что говорит Дух Святой внутри вас. Аминь. Так что проводите время в ожидании перед Богом, прежде чем принимать решение. Все, что скажет Он вам, сделайте. Аминь. Проводите время в Слове. Проводите время в молитве, прежде чем принимать серьезные решения в жизни. Аминь. Слово говорит, «Во всех путях твоих познавай Его, и Он направит стези твои». Если мы свернули с пути, значит, мы не познавали Его. Если мы сбились с курса, мы не познавали Его как следует. Потому что если бы мы познавали Его, Он бы направил наши пути. Аминь. Вернемся к фразе, которую Мария сказала служителям в тот день. «Все, что скажет Он вам, сделайте». Все, что скажет Он вам. Не ожидайте успеха, делая то, что Он сказал кому-то другому. Вам нужно знать, что Он говорит вам делать. Потому что одному человеку Он может сказать, «Тебе нужно пойти к врачу». При физическом заболевании Он может одному человеку сказать, «Тебе нужно пойти к врачу», а другому «Тебе не нужно идти к врачу». По-любому. Просто делайте то, что Бог говорит вам делать. Аминь. Бог направляет нас, исходя из Его плана для нас. Он не направляет нас, исходя из Его плана для кого-то другого. Кто-то может сказать, «Я поступил вот так, и это сработало». Ну, давайте я выясню, в этом ли направлении Бог ведет меня. Нельзя просто имитировать то, что сделал кто-то другой. Аминь. Нужно знать, что Он говорит вам. Например, помните, как Бог вел Моисея, когда народ Божий был в рабстве в Египте. Бог сказал, «Пойди к фараону и скажи ему, «Отпусти, народ мой». Это Бог говорил фараону». Так? Если бы фараон сказал «хорошо», в его нации не было бы никаких разрушений. Казни не произошли бы. Что же случилось? Он не сделал того, что Бог сказал ему сделать. Бог через человека передал ему свои указания. «Отпусти, народ мой». Когда же произошли все казни, Божий народ был избавлен из Египта. И последняя казнь заключалась в том, что все первенцы в Египте погибли. И вот, народ Божий у Красного моря. Справа и слева горные гряды, а позади египетская армия. Египтяне решили не отпускать их и надвигаются, чтобы вернуть их в плен. Помню, Бог много лет назад сказал мне, «То, что ты все еще видишь египтян, не значит, что ты вернулась в Египет». Аминь. Родившись свыше, вы вышли из Египта. Вы вышли из мира греха, из жизни греха. Грех будет пытаться вас преследовать, но вы по-прежнему свободны. Вы по-прежнему свободны. Симптомы приходят. Вы по-прежнему свободны. Недостаток пытается прийти. Вы по-прежнему свободны. И то, что вы видите недостаток, чувствуете боль, не означает, что вы больше не свободны. Вы по-прежнему свободны. Итак, вражеская армия приближалась, и Бог сказал Моисею, «Подними жезл твой». И он сделал это, и воды раступились. Божий народ пошел вперед, потому что Бог сказал им идти вперед. А фараон и его армия, преследовавшие израильтян, попробовали сделать то же самое, и утонули. Что для одних было путем к избавлению, для других было путем в погибель. Бог сказал своему народу перейти море. Он не сказал этого фараону. Он не сказал вражеской армии перейти море. Египтяне же подумали, если они могут перейти, и мы можем перейти. Это неправильное мышление. Они не могли сделать то, что Бог сказал своему народу сделать. Извлеките из этого урок. То, что Бог кому-то сказал пойти определенным путем, еще не значит, что Он направляет вас на этот путь. Послушайте, Бог не пытается вас погубить. Даже египтян погубил не Бог, а их неповиновение. Они пошли путем, на который Бог их не ставил. Они были на неправильной территории. Божий народ, переходя море, находился на правильной территории, а враги нет. Для врагов это была неправильная территория. Итак, нужно знать, что Бог говорит вам. Все, что скажет Он вам. Бог – личный Бог. У Него есть личный план для вашей жизни. И вера вам нужна не для того, чтобы сопротивляться тому, что Бог говорит. Вера нужна, чтобы следовать за тем, что Бог говорит. Что Бог говорит вам в вашем духе. Аминь. Вернемся к словам, сказанным Марией, служителям на свадьбе. Все, что скажет Он вам, сделайте. Сделайте. Родители, сколько раз вам приходилось говорить своим детям, «Я сказал тебе убрать комнату, иди и сделай это». Так? Другими словами, недостаточно знать, чего хочет Бог. Нужно это сделать. Чтобы получить чудо, нужно делать, а не просто говорить. Нельзя только исповедовать, ничего не делая. Нужно делать. Делайте то, что Бог вам говорит. Ничего к этому не прибавляя и не убавляя. Не пытаясь протолкнуть что-то свое. Просто делайте то, что Он говорит вам делать. А любые заботы сбросьте на Него. Аминь. Не позвольте календарю и часам вести вас. Нужно поторопиться, нужно поторопиться. Нет, не нужно. Просто делайте то, что Он говорит вам делать, когда Он говорит вам это делать. Еще у некоторых проблема в том, что они спорят с Богом. Им не нравится то, что Он говорит им сделать. И они делают вид, «Я не знаю, что Бог сказал». Или молятся подольше. Я просто продолжу молиться. Богу больше нечего вам сказать по этому поводу. Вы не можете молитвой заставить Его передумать. Аминь. Как только вы в сердце знаете, что Он хочет, чтобы вы сделали, время молитвы истекло. Наступило время делать. Подойдя к Красному морю, Моисей начал проводить молитвенное собрание. И Бог сказал, «Зачем ты молишься? Подними свой жезл». Другими словами, просто действуй. Послушайте, молиться правильно. Но неправильно молиться, когда настало время делать. Когда настало время действовать, время повиноваться, не продолжайте молиться, потому что тогда вы молитесь в непослушании. Аминь. Согласитесь с Богом. Узнайте, что Он говорит, и просто согласитесь с этим. Плохо, что так часто люди тренируются не соглашаться. Они не согласны со своим начальником, не согласны со своим супругом-супругой. Они спорят и вырабатывают дурную привычку спорить с тем, что может им помочь. Если вы спорите с Богом, и за вами всегда должно быть последнее слово, вы сами себя отговорите от чуда. Так что избавьтесь от дурной привычки спорить. Потому что, споря с людьми, вы докатитесь до споров с Богом. Споря с тем, кого вы видите, вы начнете спорить и с тем, кого вы не видите. Аминь. Итак, все, что Он говорит вам, делайте. Не спорьте. Аминь. И я хочу сейчас обратиться к зрителям. Многие из вас, возможно, сейчас нуждаются в чуде, и чудо вам принадлежит. Первое и величайшее чудо, которое нужно каждому, это спасение. Слово говорит, что всякий, кто призовет имя Господня, спасется. Сделав это, вы станете новым творением во Христе. Получите жизнь с чистого листа. Все старое будет омыто. Все прошлое уйдет. Кровь Иисуса все омоет. И прошлое больше не будет существовать. Но для этого чудо требуется ваше участие. Ваша часть в том, чтобы призвать имя Господне, и вы получите чудо рождения свыше. Мы прямо сейчас соглашаемся с вами. Отец, мы молимся и взываем вместе со зрителями, которые еще не рождены свыше. Скажите вместе со мной. Иисус, я призываю Тебя и принимаю Тебя как моего Спасителя. Я буду жить для Тебя во все дни жизни моей. Твоя кровь омывает мои грехи. И я новое творение во Христе. Я буду жить для Тебя. С этого дня я принадлежу Тебе. Во имя Иисуса. Аминь. Аллилуйя. Мы надеемся, вам понравилась сегодняшняя программа. Посетите наш сайт dufrainministries.org, чтобы узнать о ближайших собраниях, поделиться своим свидетельством или обратиться с молитвенной просьбой. Эта программа стала возможной благодаря друзьям и партнерам служения Дюфрейна. Субтитры создавал DimaTorzok